МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Длинные платья, белая блузка, светлые волосы. Нет, не находили. Ясно. Спасибо. Я не знаю, куда еще звонить. Стас, ты сделал все, что смог. Иди лови спать. Найдется твоя пропажа. Ну, она же не вполне здорово. Мне уже тебе наплевать. Нет, мне не наплевать на мою семью, а ты моя семья. И ты себя изводишь. Да не смогу я сейчас заснуть. Если ты сможешь, иди спи. Хорошо. Давай так. О чем вы говорили в этом кафе? Васенька. Васенька, проснись. Я только что видела, Гордеевы не спят, в зале сидят. Ну, как нехорошо с ними получилось. Пойди, извинись. Васенька, ты меня слышишь? Вот дело наворотил ты, а стыдно мне. Пойди, скажи. Мол, с пьяну, глупости молол. Это ты сейчас, Галя, глупости мельишь. Никуда я не пойду. Отстань. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Признаюсь, вы меня заинтриговали. Ну, где ваш человек? Кто он? И вообще, как это все связано с моей семьей? Пойдемте, я вас познакомлю. Пойдемте. Добрый вечер. Добрый вечер. Знакомьтесь, это Екатерина Алексеевна Гордеева. Первая жена Станислава Андреевича. Андрей, вы простите меня, пожалуйста, что я вмешиваюсь в ваши семейные дела. Но так уж сложилось, что они переплелись с моими. Доверь, простите, а кто этот мужчина? Это Андрей Гордеев. Старший сын Станислав Андреевич. Сын. Здравствуйте, сын. Я слышал от отца, что его первая жена тяжело больна уже много лет. А вы... Я была больна, да. Я ничего не понимаю, отца, объясните. Андрей, присядьте. Екатерина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, Андрею все то, что вы только что рассказывали нам с Артемом. О вашей подруге Ольге. Вы ведь уже многое вспомнили. Не бойтесь, это очень важно. Тая, зачем чужих посвящать в нашей семейной истории? Артем не чужой. Ну что ж, говорите, я вас слушаю. А Катя никаких новостей. В клинику не вернулась? Простите, что побеспокоил. Доктор, вы же хорошо знаете таких пациентов. Куда она могла бы пойти? Я полагаю, туда, где ее ждут. Где ждут? Всего доброго. Еще раз простите. Мне становилось хуже и хуже. Ольга нашла мне врача. Клинику. Но сегодня, когда я увидела ее в нашем доме, в доме, который был наш, я поняла, что все немножечко по-другому. Что она хотела занять мое место. Устранить меня для того, чтобы забрать Стаса навсегда. И ей это удалось. И доктор Комарницкий ей в этом помогал. Он удерживал Екатерину Алексеевну в клинике. Пичкал тяжелыми нейролептиками. Те самые ампулы, которые я вам отдал. Помните? Он колол мне уколы. Каждый день. Лично. Лично. Если то, что вы говорите, правда, выходит, Комарницкий был заинтересован как можно дольше держать Екатерину Алексеевну в клинике. Ему же за это платят. И за содержание, и за препараты. Я, конечно, понимаю, что он еще та сволочь. Но он не самоубийца. Но какой смысл ему подставляться именно на Екатерине Алексеевне? Другим пациентам становится лучше. Их выписывают. Все гуляют в саду к ним, пускают посетителей. Даже к самым тяжелым. И только Екатерина Алексеевна все эти годы жила как в тюрьме. А ведь она даже не буйная, как вы можете заметить. Андрей, неужели вы действительно верите в то, что Комарницкий делал все это по собственной инициативе? Я нет. Простите. Да, пап. Ну, наконец. Сынок, ты почему не отвечаешь? Извини, телефон на беззвучном был. Не слышал. Приезжай, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь. Конечно. Я скоро буду. Андрюша. А вы знаете своего настоящего отца? Вы тоже хотите убедить меня в том, что я не Гордеев? Почему? Просто... Просто Стас бесплоден. До того, как я попала в клинику, я видела... Я видела результаты анализов, где черным по белому. Возможно, это последствия его спортивных травм. Я не знаю, но... Но это правда. Я очень сожалею. Простите. А отец знает об этом? Нет, я не показывала ему документы. Но Ольга их видела. Собственно, она и уговорила ее меня ничего ему не говорить. Я послушалась. Получается, что он не деть Станислава Андреевича, не его. И он об этом даже не догадывается. Боже. Неужели мама могла столько лет ему врать? Ну, как видите, могла. И не только ему. Андрей, я вас очень прошу. Не говорите никому, что Екатерина Алексеевна здесь. Я очень боюсь о нее. Хорошо. Спасибо. Феликс, привет. А ты что здесь делаешь? Это я тебя должен спросить, что ты тут делаешь. Служба? Ну, сядешь. Служба, говоришь? Ага. Тайны следствия? А я вон сижу, жду, непонятно чего. Тайя меня видит не хочет, а я все равно приезжаю, надеюсь на что-то. Глупо, да? Не без этого. Ты говорил, что мама тебе кое-что обещала, если ты расстанешься с Тайей. И что же? Переписать половину своих акций примы спорта. Ох, даже так. Неважно. Знаешь, я от ее предложения отказался, но поздно. Тайю я все равно потерял. Слушай, поезжай домой. Зачем, Андрюха? Что мне там делать? Ты знаешь, я очень жалею, что мы с тобой никогда не были близки. Наверное, это моя вина. Я старший, с меня спрос. Да ладно тебе. Прорвемся. Не знаю пока как, но... Спасибо тебе. За поддержку. В общем, я обо всем договорился. Как только мы сводим этот трек, минимум две радиостанции его берут в ротацию. Офигеть! Да. Слушай, Лер, может еще погуляем? А на детской площадке посидим? Мама не спит. Она всегда ждет, пока я домой не вернусь. Я пойду, Дэн. Не обижайся. Да ну при чего? Какие обиды? Ты знаешь, я завтрашний день с каким-то ужасом жду. А вдруг мы правда родственники? Лер, что за глупость? У меня интуиция. И она меня никогда не подводила. Просто... Просто я всегда знал, что когда-то встречу тебя. Правда, я не думал, что ты можешь оказаться моей сестрой. Я немножко иначе это представлял. Но... Ты же читала нашего старика Шекспира. Ну что ты читала? Я любил Офелию. И сорок тысяч братьев, и вся любовь их... Ничьито моей. Вот балбес. Давай дождемся завтра. И поймем, как нам дальше жить. Ну или не поймем. В конце концов, брат, это не так уж плохо. Ну как сказать. Ладно, потерплю еще 11 часов. И дольше терпел. Иди. А давай я тебя проведу. Ну, давай. А потом я тебя. И так останется меньше времени ждать. С-с-с. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Послушай, Стас. Ты должен быть готов к худшему. Она все-таки больной человек. Мало ли что ей взбредет в голову. Вспомни, когда все начиналось. Она ведь собиралась броситься с моста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Андрюш, наконец-то. Слушай, у меня тут такое случилось. Даже не знаю, как тебе объяснить. В общем, пропала одна женщина. Я в этом виноват. Она не вполне здорова. И с ней может случиться что-то ужасное. Я даже не хочу об этом думать. Я уже звонил куда мог. Но никакой информации. У тебя же связи. Прошу, нужно прямо сейчас активизировать поиски. Подключить все ресурсы. Поможешь? Конечно, папа. Только давай так. Ночью никто никого искать не будет. Ты в полицию звонил? Да звонил. Ну, значит, следаки уже ищут. Так что не волнуйся, иди отдыхать. Утром поговорим. Я сделаю все, что смогу. Ну, вот видишь. Я же говорила, все будет хорошо. Пойдем, милая. Пойдем. Надо отдыхать. А ты что так поздно? Все работаешь, работаешь. Не бережешь ты себя. Мам, скажи, а ты никогда не хотела быть актрисой? Я не понимаю этого странного вопроса. Ну, ты так говоришь, будто вокруг все нормально. Стас, милый, пойдем. Так, сердце болит. Пойдем, пойдем. Оренька, я еще немного подожду. Может, информация как появится. Пап, не волнуйся, раньше времени. Я уверен, эта женщина найдется. Пойдем. Да, дойду. Спасибо. Папа, а как моего нового братика зовут? Ну, как мы с мамой назовем, так и будут звать. А у тебя есть какие-то конкретные предложения? Ну, можно Феликс. Как так? У нас же уже есть один Феликс. Ну, так будет два. Зато можно будет крикнуть «Феликс!» и сразу прибегут оба. Хитро, хитро. А как тебе имя Денис? Нравится? Да, ну да, подходит. Ну, вот мы только с мамой посоветуемся? Конечно. Мама точно лучше знает, как его зовут. Вот мы его увидим и вместе решим. Хорошо? Смотри. Наша любимая мамочка. Здравствуй. Здравствуй, Ромя. Привет. Ты у нас умница. Поздравляю тебя и нас всех. Ну что, покажи нам самого младшего Гордеева. На кого похож? На кого, на кого. Сам на себя. Какой бутуз смешной. А нос? В кого это он? Ну, нос, как и глаза, как и цвет волос еще сто раз поменяется. Мне покажите. Такой маленький. Как я с ним играть буду? Не бойся, сынок. Вырастет, будешь играть. Ну что, семейство, поехали праздновать? Да. Так, а где Феликс? А он с Галиной все нормально. Да. Ну что, поехали. Салют. Салют. А ты чего, тут так поздно? Братишка, а папа был прав. Ты так быстро вырос. А что, не должен был? Конечно, должен. Конечно. Андрюх, у тебя все? А, прости, глупый вопрос. Люблю тебя, брат. Доброе утро, Ольга Дмитриевна. Сейчас сделаю вам смузи. Одну секундочку. Не надо. Вы с Василием уволены. Как это? В ваших услугах мы больше не нуждаемся. У вас есть два часа, чтобы собраться. Потом вызовут такси. Зарплату за неполный месяц выплачу. На этом все. Время пошло. И где ты теперь спать будешь? Да я в зале лягу. Мне кроме кровати ничего не надо. Катерина все спит. Пусть спит. Ей в ближайшее время много сил понадобится. Ей что, совсем-совсем некуда идти? Нет. Ну вот. Теперь совсем уютненько. Почему ты улыбаешься? Потому что мы все вместе можем помочь человеку, который этого заслуживает. Разве это не здорово? Здорово. Тать, знаешь, ты... Такая красивая. Вот так и хочется тебя поцеловать. Вася, вставай быстрее, собирайся. Дождались. А все ты, я говорила, просила, повинить. Сколько лет им служили. За детьми смотрели. В доме не пылинки. Все свежее. Ты что делаешь? А ты не понял? Уволили нас. Два часа на сборы дали. Так что давай быстрей. Гадина приказала. Ну и хрен с ней. Галя, руки-ноги есть, не пропадем. Зато подальше будем от этой змеи. Пол жизни здесь прошло. Все для них. Своих детей не завели. Вася, сердце так и щемит. Не бери ничего. Как пришли, так и уйдем. Ничего от них не надо. Поняла? Лер, давай, не томи, открывай. Дэн, я боюсь. Так, начинается. Я же тебе сказал, у меня железная интуиция. Все будет норм, открывай. Подожди. Ну, что я тебе говорил? Восстановление родства. Лисицына Валерия, Гордеев, Денис. Вероятность родства 0%. Успокоилась? Как это? Что как? Ну, что непонятного? Лисицына Валентина, Гордеев, Денис. Вероятность родства 99%. Родство наиболее вероятно. Что? Ты это глянь. Лисицына Валерия, Лисицына Валентина. Вероятность родства 0,1%. Десятая процента. Родство отсутствует. Что за бред? Дэн, я, может, сейчас глупость скажу? Ну, что это получается, что моя мама, это твоя мама? А моя тогда кто? Пойдем. Куда? Есть идея. Лер. Андрюш, ты обещал помочь женщине, которая пропала. Это Катя, моя первая жена. Я тебе как-то рассказывал о ней. Я помню, папа. Давай так. Пока я не могу раскрыть тебе всех подробностей, но уверяю тебя, что эта женщина находится в надежном месте и в полной безопасности. Откуда ты знаешь? Это точно? Да. И это главное. Ты давай ничего никому об этом не рассказывать. Хорошо. Даже маме. Я должен сначала сам во всем разобраться. В чем разобраться? Папа, пожалуйста, не сейчас. Лично. Лично нажарила блины. Да, сто лет. Не стояла у плиты, так что налетайте. Вот это сюрприз. Лиз, приятно. А Галина что, приболела? Нет. Я ее уволила. И Василия тоже. Алкоголики мне в доме не нужны. Наберу приличный персонал. Слава богу, с этим сейчас проблем нет. Мама, Галина не персонал. Она нянчилась с нами, когда мы были детьми. Ты забыла? Нет, не забыла. Но вы уже выросли. А от Васи одни проблемы. Оленька, ну зачем ты так радикально? Я понимаю, ты немного расстроена, но каждый может сорваться. Андрюш прав. Они нам, как родные, столько лет вместе. Давай, отмени это. Пусть остаются. Нет. Не отменю. Мое решение окончательное. Мы же не будем из-за этого ссориться, правда, Стас? Ну что ты стоишь, садись. Ешьте. Приятного аппетита. Да аппетит как-то пропало. Боже, какая трагедия. Некоторые по нескольку раз в году персонал меняют. И ничего? Меняют. Оль, как ты можешь так говорить? Люди, не вещи. Их нельзя менять. Нельзя так с ними обращаться. И да, ты давно не стояла у плиты. Это несъедобно. Прости. Кто здесь? Василий? А что вы там делаете? Андрей Михайлович, уйди, не мешай. Пробедила все пропало. Мне очень жаль, что мама приняла такое решение. Это неправильно по отношению к вам с Галиной. А что там не так? Да все не так, Андрюха. Уйди, не нужно тебе здесь. Это мои с ней расчеты. Хоть так справедливости добьюсь. Так, Вася. Да ну ты трогай меня, пусти. Вася. Она должна за все ответить. Спокойно, спокойно. Вася. Вася. Вы понимаете, что несете? Тошно, Андрюха. Веришь? Вася, вот ты где. Я тебя ищу повсюду. Опять напился. Да что же ты такое? Да ладно. Зачем, Васенька? Нам же ехать надо. Андрюшенька, будем прощаться. Нам пора ехать. Куда вы поедете? Так назад в село. Помнишь, где ты маленьким жил летом? Куда нам еще? Земля прокормит главное здоровье. Андрюшенька. Желаю тебе счастья. Огромного счастья. Галина, спасибо вам большое за все. Я вас никогда не забуду. Вася, а ты зачем ребенку гвоздь дал? Он же может пораниться. А что, он тебе в ухо засунет? Или в нос? Что может плохого случиться с ребенком от гвоздя? Да и мы уже почти закончили. А будешь хорошо себя вести, мы и тебя покатаем. А пока это наша с Андрюшкой игрушка. Да, Андрюха? А ну-ка. Вась, а если он упадет? Держись. Эх! Боже мой, Андрюшенька. Андрюшенька, ну как же так? Где он тут взялся? Я очень сильно раскачался. Боже, прыгнул. Василий, говори, мне так и не делать. Вы его не ругаете. Вы меня ругаете. Это я не слушался. Вы только маме не рассказывайте, она нас всех накажет. Не расскажем. Не расскажем. Чего ты сидишь? Бери в дом, неси. Ага. Давай, давай. Боже мой. Все будет хорошо. Мне нужно тебе кое-что сказать. Поторопитесь. Такси уже ждет. Подождет. Добирай все, что накопил. Все, что ты надавала. Не нужно мне от тебя ничего. И подавись ты своими деньгами. Ну, если человеку не нужна зарплата, это его решение. Ну, вот. Супер. Кать, вам очень идет. Ну что, берем? Правда? Я не знаю. Может быть, это очень дорого. Что-нибудь подешевле поищем. Ну, с чего вы взяли, что это дорого? Магазин красивый. Продавцы любезны. Кать, вы действительно отстали от жизни в этой больнице. Сейчас все продавцы любезны, иначе их уволят. Пока нам не подают шампанское, мы в нормальном магазине. Я не знаю. Не спорьте, это то, что надо. И, кстати, не переодевайтесь, так и идите. Девушка, мы берем. Можно нам, пожалуйста, снять бирки? Пойдемте на кассу. Потом в парикмахерскую. Вы у нас будете самые-самые красивые. Ну, вы даете ребят. Слушайте, осторожно. Осторожно. Голова, осторожно. Сам, сам. Все. Хорошо. Окно пусть. Открыто я буду, чтоб воздух шел. Я не забываю ее. Вот и все, Андрюшенька. Передавай от меня привет Филюше, Дениске. Буду скучать по вам мальчике. Глина, что вы хотели рассказать? Да-да. Я ведь соврала тебе тогда, Андрюшенька. На свадьбе я видела, как твоя мама в бокал насыпала какой-то порошок. Думала о лекарства. Хочет выпить. Сильно волнуется. Когда с Мариночкой это случилось, я места себе не находила. Думала, сказать или не сказать. Побоялась. Промолчала. Ты должен знать это, Андрюша. Ясно. Спасибо. Фух. Успел. Галина, Василий, ну что же вы так? Не попрощавшись. Ну так Ольга Дмитриевна приказала. Я... Все как ты кувырком в последнее время. Вы номер телефона моего знаете. Звоните в любое время по любому вопросу. Безо всякого стеснения. И спасибо вам за все. Хороший ты мужик, Андреич. Угу. Ты тоже хороший. Только это... С выпивкой завязывай. Ай! Нормально. Поехали! Попожи. Пока. ПОДПИСЫВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Пятя, привет. Оль, мне сейчас не совсем удобно говорить. Я на минуту. Хотела уточнить. А Катя не объявлялась? Нет. Что же это значит? Может, ее вообще уже нет живых? Ну, откуда знаю. Может, нет. Оль, правда, сейчас неудобно говорить. Пока. Хорошо бы, если так. Дэн. Все будет хорошо. Вот ваш год? Угу. А октябрь ищите сами. Только давайте быстрее, молодые люди. Потому что я без разрешения заведующего не имела права сюда пускать. Сентябрь. Вот октябрь, третье число. Два новорожденных. Так, отдай. Гордеева Ольга Дмитриевна. Мальчик 3,854 сантиметра. Лисицына Валентина Романовна. Девочка 3,453 сантиметра. Ничего не понимаю. Я. Кому верить? Архивом или анализом? Все. Ребят, нашли то, что искали? Да. Давайте дуйте отсюда быстрее. Пока нас сами не застукали. Угу. Секундочку. Спасибо вам. Спасибо в карман не положишь. Извините. Светка! Светка, слышишь меня? Как вы там? Покажи пацана! Ух ты какой! Молока хватает! Смотри, корми его хорошо, чтобы вырос большой и крепкий! Ты хоть что-то поняла? Конечно. Поскольку 3 октября здесь родились только двое. Ты и я. Поскольку по анализам ДНК твоя настоящая мать, Валентина Лисицына, моя получается Ольга Гордеева. С ума сойти. Это нас что, при рождении перепутали? Я другого объяснения не нахожу. Все, как в кино. Ты же жестяк. Я Лисицын, ты Гордеева. Капец. Дэн, давай ничего не будем менять. Пожалуйста, давай никому ничего не скажем. Пусть остается так, как есть. Я очень люблю свою маму и всегда буду ее любить. Мне другая не нужна, Дэн. Пожалуйста. Да, Лер, ты права. Ну какая разница, кто из нас кто. Главное, что мы можем быть вместе. И теперь я могу тебя поцеловать, не по-братски. Дианочка, привет, это я. Привет. Как ты, дорогая? По-разному. Проблем много. Слушай, у меня к тебе неожиданный вопрос. У тебя случайно нет человека, который выполняет деликатные поручения? Что ты имеешь в виду? Ну, не по телефону. Нам бы встретиться. Мам, я хочу с тобой поговорить. Дин, я тебе перезвоню. Ну что ты смотришь на меня, как будто укусить хочешь? Да, я приняла решение. И уволила и Галину, и Василия. Потому что достали. Потому что, когда относишься к людям хорошо, чаще всего они садят к тебе на голову. Мама, а может быть ты их уволила, потому что кто-то из них видел, как ты что-то подсыпала в один из бокалов на моей свадьбе? Какая чушь. И кто видел? Галина. Галина, ты такой взрослый, большой мальчик, Андрюша. А не понимаешь, что это просто наглый наговор. Она просто мстит за то, что я поперла их с теплого местечка. Ну, конечно. Столько лет тут с Василием катались, как сыр в масле. И вот благодарность. Не видела она ничего. Потому что ничего не было. Мам. Привет. Привет. Иди поешь. Котлетки горячие. Мамуль. Да? А я тортик твой любимый купила. Птичье молоко. Спасибо. Левочка, а может ты пригласишь своего друга Дэна? Ты не против? Нет. Мне нужно же как-то его отблагодарить за то, что он мне лекарство тогда купил. Мам, и ты не будешь рассказывать, что Дэн мой брат, и что он твой сын, и всякое такое разное? Не буду. Мне сегодня ночью Степан приснился. Говорит, живи спокойно. Не беспокойся, не береги прошлое. Может и правда я ошиблась. И твой Дэн просто похож. А у тебя с ним как? Мамуль, я его люблю. И он меня тоже. А говорила, рабочие отношения. Ну, мам. Ну, раз он тебе приглянулся, значит и мне нравится. Пригласи его в гости. Я хочу с ним поближе познакомиться. Хорошо. Так и сказала, хочу поближе познакомиться. Придешь? Ты что, показала ей тест? Нет, конечно, зачем? Мы же договорились. Все, короче, мы тебя ждем. Пока. Целую. Что это? Лерочка, здесь написано. Ты что, прав? Мамочка, садись. Мамочка. Ты моя самая любимая. Самая родная. Самая-самая. Мам, эти бумажки, они ничего не значат. Мам, верь мне, пожалуйста. А как? А как это произошло? Я не знаю, какая разница. Мам, я не рассказала тебе, потому что я не хотела, чтобы ты нервничала. Ты моя мама, а я твоя дочка. Так всегда было и будет, слышишь? Конечно, конечно. Значит, сердце мое не ошиблось. Я его родила, а увидела только через 25 лет. Лерочка, а эта женщина, мать его, она знает? Нет. Лерочка, надо ей сказать, она должна узнать правду. Зачем? Мамочка, не нужно ничего, меняй, пожалуйста. Я тебя умоляю. Мам. Это он. Открой. Угу. Привет, заходи. Дэн. Она все узнала случайно. Иди к ней. Здрасте. Здравствуйте. А что же вы стоите? Садитесь. Сынок. Такие же непослушные, как у Степана. Могла за добрые. А Даша? Могла умереть и не знать, что у меня есть сын. Дэн, это значит, Денис? Да. Хорошее имя. Лерочка. Ну что же ты плачешь? Доченька. Дорога. Да я бы с собой их любить буду. Какое счастье. Я даже не знаю, как благодарить вас. Правда, нет слов. Да ладно вам, Катерина. Живите, пока нас всех не выселили. Ой, какая бы сталь. Этот наряд, эта прическа. Ну, помолодели прям лет на 20. Это все ребята, это все Таи и Артем. Вы знаете, когда на себя в зеркало посмотрела, даже не узнала. Он просто какой-то другой человек. Можно звонить? Мамуль, пойдем. Пусть наша гость отдыхает. А, да-да, конечно. Вы говорите, если что нужно. Ага, спасибо вам большое. Кать. М? Я сейчас дам вам свой телефон. И вы сделаете один звонок. Слушай, Ольга. А кто это? Не узнала меня. Это Катя. Давай встретимся завтра. Нам ведь есть что обсудить, правда? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.